Как настроение? Слава Богу. По-моему, даже мой голос как-то изменился. Один Александр, это уже хорошо, это как в переводе, победитель. А когда два Александра берутся за дело, но это уже двойная победа. Два Александра включительно нашего епископа Александра взялись за звук. А кто-нибудь видит разницу в звуке? Слышите, да? Разница есть. Слава Богу. Слава Богу. Я так сегодня пел, что это голос почти... Особенно последний псалом мне очень понравился. Такое крещендо, понимаешь, выдали. Молодцы. Последний псалом мне хареса много, много хубава беше. Так, сегодня я продолжаю тему. Днес продолжаем темата. Можно на проекторе, наверное, выставить. Восстановление скиния и падши. Часть третья. Третья часть. И сразу можно картинку поставить. Яку може доведем в однага изображение то. Можно ее увеличить? Так она не увеличивается, да? А, вот. Ой, хорошо, спасибо. Ну вот, в прошлый раз мы проходили Святое святых, да? И на лепоте мы именовали святоту място. Вспоминайте, пожалуйста, что есть прообраз. На какой прообраз? Скиния Моисеева. Моисеева ты скиния. Следующий раз я попытаюсь дать тему скиния Давида. Другие пъти ще се опитам да видам темата Давидовата скиния. Почему она по писанию звучит падшая скиния? Защо в писанието пише, че падналата скиния? Почему это всего лишь прообраз? Защо това е само прообраз? Прообраз чего? На какво е прообраз? Прообраз чего являются святая святых? На какво е прообраз святото място? Пресвятото място. Прообраз чего являются святилище? Прообраз на какво се являва святото място? И прообразно какво се являет в внешний двор. Ще ви напомню, че миналия път сме минавали Пресвятото място. Кое се вспомня какво се и намирало в Ковчег на Завет? Золотой сосуд, да, обратите внимание. Золотой сосуд, и в нем что было? И в него какво се и намирало? В нем била небесната мана вътре. По святая святых всегда находится только золото. Пресвятото място има само злато. Это Божия метал. Золото означает вера. Самый лучший проводник. Най-добрия проводник. Который через себя проводит просто мгновенно. Което веднага превежда през себе си. Золотой сосуд, и в нем мана небесная. Златния сосуд, и в него небесната мана. И мы исследовали этот вопрос. И установили, что мана, как выясняется и сегодня, имеет место на земле. Установихме, че и маната и през днешния ден все още существует. Но это является прообразом. Но това всъщност е прообраз. Это небесный хлеб. Това е небесния хляб. Это прообраз небесного откровения. Това е прообраз на небесното откровение. Прообраз общения с Богом. Прообраз на общувание с Бога. Святая святых на самом деле прообраз духа человека. Пресвятото място всъщност е прообраз на духа на човек. в котором желает обитать Дух Божий. Святой Дух хочет сливаться с нами и давать нам дыхание жизни своей и да ни дава дышание на живота самым в нашем сердце. Я когда-то изучал китайскую медицину на сегодняшний день я являюсь профессором серебрологии. Но именно по китайской медицине. И вот интересно в древнем трактате, которому более 4 тысяч лет над 4 тысяч години сердце человека названо дворцом дворец в котором обитает Дух Божий. Не мислите ли, че е удивително това? Китайския трактат которому более 4 тысяч лет. Което е над 4 тысячи години. Александр Менин кто ему слышал про Александра Менин? Не акучевал ли я за Александра Менин? Его называли ходячей энциклопедией. Викали саму ворвящей энциклопедии. И он утверждал, что в каждой нации сокрыт скрива прообраз и великая надежда о пришествии спасителя. Заидването на спасител и спасет весь мир. В Китайска нация так же есть очень много надежды. В Китайската нация също има много надежда. Наш сын исследовал. Он сейчас заканчивает уже Тинзинске университет в Китае. Наш сын също учи Китайска медицина в Китай. У него 6 уровень китайского языка. Той има 6-то ниво на китайский язык. И он читает древнекитайский язык. И той читает древнокитайският язык. И той исследовал, чьи много китайских иероглифы. Вы должны знать, что каждый иероглиф Китая означает целое значение. И той знает, чьи китайские иероглифы има всякого много значения в языке. И в этом китайском языке есть иероглифы, которые рассказывают библейские истории. Например, есть один иероглиф, который рассказывает о том, что в древние времена был потоп. И этот иероглиф выглядел как ковчег. И там внутри этого ковчега есть 6 палочек. И этот иероглиф говорит о том, что во время этого потопа только 6 человек спасло. А потом говорят китайские трактации. И вот Александр Менин утверждал. И Александр Менин и говорил я прочитал древний китайский трактат. Ну, конечно, в переводе. В переводе. Который называется Дао Недзин. И выяснил для себя. И разбрал. Сделал заключение. Направил заключение. Что это то же самое и Евангелие. Че това същото Евангелие. Только там нет имени Иисуса Христа. Само, че там няма имя на Иисус Христос. Но все те же самые принципы. Но всички тези принципы са едни и същи. Слава на нашия Бог. Итак, Святая Святых это прообраз нашего сердца. Это прообраз нашего человеческого духа. Прообраз на нашия човешки дух. В котором обитает Дух Святой. В който обитава Святая Дух. По крайней мере Бог хочет очень сильно. Понем Бог иска това. И в этом золотом сосуде находится небесная мана. И в този золотния сосуде на мира небесната мана. Который изпоробус общение с Богом. Която е прообраз на общованието с Бога. Второе. Что там находилось еще в Копчеге Завета? Второе. Как вас я намерила в Копчеге на Завет? Да. Я вот на этой неделе подошел к Даше и говорю Даша теперь ты даже знаешь что такое расцветший жезл Аароны. Ты просто крутая. Браво на тебя. Потому что единицы знают. Я могу сказать про город Варна большой город. Но единицы знают. что такое расцветший жезл Аарона. Мы исследовали в прошлый раз историю расцветшего почему он расцветил. Но самое главное прообраз чего это является? Мы прочитали что это всего лишь прообраз будущих благ. И выяснили что жезл Аарона это прообраз власти. Не разбрах мячи жезл на Ааронов жезл и прообраз на власт что когда жезл простирается ты в прошлый раз говорила это слово протекло а точно Оксана переводила то всегда что-то по слову Господа конечно жезл простирался по слову Господа всегда что-то происходило море могло разойтись в разные стороны правда? Казни просто пришли на Египет и кажут каждый раз по жезлу Ааронам жезл са били язви жезл есть символ святого помазания символ силы водительство святым духом и прообраз интуиции чувствование во святом духе как ты чувствуешь дух святой слышишь ли ты его голос и сможешь ли повторить за ним его слова и сможешь ли да повторишь неговите думи след него знаете ли как е секрет на силата на наше Ишо Машиах Иисус никогда ничего не говорил от себя Аминь или не Аминь Я от себя ничего не творю Я от себя ничего не говорю то что Отец мой говорит и я говорю то что Отец мой делает и то что я вижу что происходит в Духовном мире понимаете насколько это важно сегодня конечно да есть какие-то нюансы потому что например когда мы молимся за больных а Иисус Христов уже сказал Иисус Христос вече сказал в Евангелие от Марка в 16 главе уверовавши будут сопровождать все знамения возложат руки на больных и будут здоровы то есть нам не надо ждать каких-то дополнительных указаний чтобы возлагать руки Господь уже это повелел но есть какие-то очень тонкие моменты например приходит ко мне семья например идва при мен едно семейство и доведе едно момиче у нее детский церебральный паралич официальный диагноз но знаете надо различать и знаете ли че трябва да различаваш слава Богу Бог дал такова дарование потому что я очень долго время работаю в этой област я работал в самых тяжелых психиатрични клиники с самыми такими одержимыми людьми и просто вот так на одно дыхание и буквално на едно дишане аз трябва само да погледна човека и аз погледнах това момиче и понял что она одержима и она не может сидеть на месте она ее постоянно вот так ворочит глаза постоянно бегают и очите ее са насам натам започнах договоря с нея она не може сидеть она говорит мама я хочу выйти отсюда тя казва мама аз искам да изляз от тука нямам с какво дишам я не могу да го терпи повече и знаете аз просто отидох при нея и тук чух в духа си просто прикажи ей чтобы она повторила за тобой что Иисус мой Господь Иисус царь Иисус есть Бог на Бог Он есть Господь 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 И вы знаете когда я начал молиться и знаете ли аз когда я начал молиться не всегда происходят чудеса в моем служении было тысячи часов освобождения но в данном случае я сказал девушки повторяй за мной Иисус сейчас здесь Иисус сега е тук и Он мой Господь она встала и убежала просто убежала но по крайней мере я успел указать ей путь что надо произнести и какое имя надо призвать чтобы получить это спасение и это освобождение потому что Иисус и сегодня спасает сможет ли сказать амин а в Турции произошло именно это А в Турции се случило точно това човек който бил обсебен и повторил думите след мен и дух его оставил и это произошло совершенно невероятное сверхъестественное и това се случило по невероятен начин и аз понеже трябваше после да му повторям и после вече да утвърждявам истината чаще всего в церквях к сожалению това не делается но получил освобождение и ладно и Бог с ним но получил освобождавание и последнее что находилось в ковчеге завета что там еще находилось какво се намерало там третье и последнее и последно скрижали завета те скрижали которые Моисей получил на горе прообразом чего является скрижали и мы говорили о том что скрижали есть прообраз совести на самом деле если мы не знаем на что ориентироваться если бы не было заповеди мы бы не знали что хорошо и что плохо мы бы не знали хорошо ли убивать или не убивать сейчас многие люди думают что воровать это хорошо а как не воровать но все же воруют только остаются безнаказанными те кто воруют но очень много те которые воруют по мелочи рискуют попасть в тюрьму рискуват да отсидат от затвора а те кто воруют миллиардами а те кто воруют миллиарди всегда останутся безнаказан какой вывод каков из ворути миллиардами крадете миллиарди правильно же я говорю правило наликазан поэтому воровать хорошо если бы мы не знали заповеди господь так как я знаю я понимаю что если я ворую я вор только одна участь гореть в озере огненным даже лжецов написано что казалось бы кто сегодня я думаю что даже верующим как можно не лгать это ложь во спасение если я не буду лгать все рухнет вы знаете Писание не дает компромис и в книге на Откровение это написано лжецов участь в озере огненным нет шансов но так или не так но вы знаете если раньше это было прописано на каменных скрижалях то сегодня это где написано вообще Бог написал это на наших так и написано на скрижалях наших плотяных сердец то така и пише Господ го и написал върху сърцата ни слава Богу пойдемте дальше слава на Бога дайте дробим нататък послание к евреям 9 глава и мы войдем сегодня в освятилище ново завет послание к евреям 9 глава с первого стиха евреи 9 глава от первого стиха не буду читать все буду читать только то что касается святилище перевод на болгарский можно смотреть на проекторе да да не надо а говорить а ясно все будем так же и переводить болгарский попросили и первый завет имел постановление богослужение и святилище земное ибо устроена была скиния первая в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов и которые называются святое 6 стиха при таком устройстве в первое скиния всегда входят священники совершать богослужение от 6 стих и когато тези неща бяха така приготвени в первата част на скинията священниците влизаха постоянно да извършват богослужението 8 стих 7 дух святой показывает что еще не открыт путь в освятилище доколе стоит прежде скиния 8 стих с това святия дух показываше че пътят за в святилище не е бил открыт докато е стояло още первата част на скинията она ест образ настоящего времени в который приносятся дары и жертвы не могуще сделать совести совершенным приносящего и которые с яствами и питиями различными омовениями и обрядами относящимися до плоти установлены были только до времени исправления понеже се застоят само в ядене пиене и разни умивания плотски постановления наложени до едно време на преобразование и 11 стиха но Христос первосвященник будущих благ придя с большие и совершени ши скинию нерукотворное то есть не таково устроение и от 11 стих а понеже Христос дойде като первосвященник на бъдещите добрини той влезе по голямата и по-совершената скиния не из рака направена сирич не от настоящите творения и не с кровью козлов и тельцов но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное изкупление веднаж завинаги в святилището и то не с кръв от козли и от телци но с собствената си кръв и придоби за нас вечное изкупление аминь аминь святилище святилището я думаю что можно догадаться да прообразом чего является теперь святилище можем да разберем всъщност если мы узнали, что святое святое было прообразом нашего духа, то прообразом святилище является наша душа. Сейчас мы это коротко рассмотрим. А что находится в святилище? Давайте мы посмотрим опять на картинку. Здесь посередине, вот с левой стороны стоит семицвечник, да? От левата страна има светильник. Он называется Минора, очень красивое название. То есть заказывает Минора, много хубавое имя. Прообразом чего является Минора? Прообразом какво се явява Минора? Как вы думаете, где в Новом Завете написано подробно про Минору? Как мыслите, где пишет в Новый Завет подробно за Минора? И да, и в Иоанна в первой главе, и в книге «Откровение» и «Откровение». Я хочу открыть книгу «Откровение» первая глава, потому что это неописуемое то, что Иоанн пережил тогда с 9 стиха от 9 стиха. Да, первая глава с 9 стиха. Первая глава от 9 стиха. Ну, я думаю, что зрители могут все-таки читать. А почему не видно только на проекторе? Что-то темно? Ну, давайте мы просто, потому что иначе мы так не уложимся. Я просто буду читать. Да, уже переключена камера, да. Просто просьба вовремя наводить камеру на проектор. Я быстро прочту. Я, Иоанн, брат ваша, соучастник, в скорби, в царстве и терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство о Иисусе Христа. Я был в духе в день воскресный, слышал, в другом переводе написано, в день Господень, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я и сим Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли к церквям, находящимся в Асии, и перечисляются с 12 стиха. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоришь со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобно сына человеческого, облеченного в подерж, и по персямам, опаяться над золотым поясом, глава его волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкиловану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих, он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый, с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей, когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою, и сказал мне, не бойся, и я есть им первый и последний, и живый, и был мертв, и все живы в веки веков, аминь. Имею ключи ада и смерти, и так напиши, что ты видел, что есть, и что будет после всего. И смотрите, Иисус Христос дает толкование, что есть минора. И поглядите, Иисус Христос дава толкование, как во всешности минора. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангела, и семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть – семь церквей. Аминь. Это говорит Иисус Христос. Бог указывает Иисус Христос. Мы понимаем сейчас, что минора – это был всего лишь прообраз. Прообраз семи церквей. Семь звезд – это кто? Написано, что ангелы. Но вы знаете, вообще в переводе ангел, например, в следующей главе, во второй главе, Иисус Христос повелевает Иоанну, Богослову, и говорит ему, ангелу, Евфейской церкви, напиши. Как вы думаете, есть ли смысл писать письмо ангелу? Има ли смысл да пише письмо на ангел? Мы сразу представляем ангела, это ангел с крыльями, правда? Но с гречески языка ангел переводится как вестник. Но от гръцки язык се перевежда като вестник. Но в данния контекст, имеется в виду вестник церкви. В каждой церкви был свой вестник. Поставлен от Бога служител, который имел Слово от Бога. Это мог быть пастыр. Это мог быть пророк. Это мог быть евангелист. Это мог быть учитель. Так или не так? Тот, через которого Иисус Христос говорил. И Дух Святой говорил. Ну вот, семь церквей. Конечно, да, вот в толковании. Я, например, в прошлый раз приводил толкованием чего является во святая святых. Во-первых, конечно, я приводил в то, что это сам человек. Это его дух, это его душа, это его тело. Второй прооблаш, я так и говорил в прошлый раз, что это была именно церковь. И святая святых в церкви, первоапостольская, и при святото място в апостолската церкви были три апостола. Са били тримата апостоли. Которые почитались кем? Които са се почитали от кого? Они почитались стълпами. Които са били като стълбове. То есть их невозможно каким-то образом вывести. Не могло, да ги примахнат. Из-за этой скиния. От тази скиния. Они там твёрдо стоят. Били твърдо там. Самое святая святых. Самото при святото място. И я приводил пример о том, что прообразом кого является и Иоанн, и Яков, и Петр. И аз давах пример на кого се явява прообраз Иоанн, Иоаков, и Петр. Получается, что другие апостоли находятся в святилище. Понеже другите апостоли се намират в святилището. И проводят там богослужения. И провеждат богослужения там. Прообрази на сегодняшний день. Прообрази на днешния ден. И сегодня есть семь церквей вот этих. А то, что семь церквей разложили по периодам. Что Эфийский период в самом начале. Самый последний какой? Лаудикийский период. Еще кто-то толкует о том, что вот сегодня шесть континентов. И самый большой евразиатский континент можно поделить пополам. И на големый евразиатский континент может быть разделена половина. И получается всего семь. Вот на каждом континенте есть свой ангел. И своя церковь. Разные толкования. Но мы видим, что это имеет место. И самое главное. Что это всего лишь то, что мы видим визуально. Че това, което виждаме с учитеси в музеевото скиния. Это прообраз того, какой скини является на небесах. На небесах тоже есть святая святых. На небесах тоже есть святилище. Иисус Христос ходил между вот этих семи светильников. Такая огромная минора. Представляете? Слава Богу, правда? Слава на Богу! Прообразом чего И прообраз на какво се являет тази минора. Она является прообразом церкви, как я уже сказал. И я открою первое послание к Коринфянам. И ще отворя первое послание к Коринфянам. Вторая глава. Вторая глава. С девятого стиха. Отдавайте стих. Ну, как написано, не видел того глаз и не слышал уха, ни не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Да, сейчас можно. Или, а, нет, перевели, да, камеру. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, даровано нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученную словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Человек приходит первый раз в церковь и говорит, ну, куда я попал, это дурдом. А я, кстати, врач-психиатр. Ну, правда, в прошлом уже не был. А я сам лекарь-психиатр. И не может разуметь, потому что о нем, о всем надо насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И вот сегодня я хочу утверждать, что минора, она еще является прообразом нашего ума. Ну, если говорить про нашу душу. Просто раз я упоминал о том, что душа делится на какие три сектора? Это ум, или интеллект. Это воля, или наши усилия, желания. И третье что? Наши эмоции, чувства. Это тоже что-то очень сильное. Минора, она предназначена для чего? Она предназначена, чтобы светить. Вы знаете, Иисус Христос называет нас, вы и есть свет. Иисус Христос не каза, вы и есть свет. И никто не ставит подсвечник под сосудом. И никто не слага светильник под сад. Но на сосуд. Но вверху сада. Чтобы светил всем в доме. Че досветил на всички в доме. Так или не так? Светильник, минора нужна была для освящения. Чтобы священнику было там светло служить. Но вы знаете, Писание нас призывает к тому, чтобы наша минора, вот наша душа, она непрестанно освящалась Словом Божьим. Тя постоянно да се освящава с Божието Слово. И Духом Святым. И Святия Дух. И призывает нас к тому, чтобы мы познавали, что есть ум Господень. И не призывава, че да познаваме какво всъщност и ум на Господа. И утверждает верующие в Него в чем? И утверждава верующие в Него в какво? Чей ум мы имеем? Но кого имаме ум? Написано так. Это не написано, что мы будем иметь. А написано, что в прошедшем времени. Мы имеем ум Христов на Христос. Вот она твоя минора. Слышишь меня? Чуваш ли меня? В твоей душе всегда должен гореть огонь Святого Духа. В твоей душе винаги треба да свети огонь на Святя Дух. Кто-то недавно написал, кто горит и светится изнутри. Някой е писал наскоро, който свети вътре. Тот никогда не заблудится. Той никога няма да се заблуди. Написано, слово Твое. Пише Твоето Слово. Е свет для моей стези. Е свет за моюто стези. Никога не буду блуждать. Никога няма да се заблуди. Потому что твоя минора, она показывает не твой путь. Твоя минора мне показывает път. Аллилуйя, пойдемте дальше. Аллилуйя, да продолжим. Что дальше идет? Какво вырви нататък? С правой стороны от святилища. Можно еще раз эту картинку? Стоит такой стол. Из очень хорошего дерева сетима. Благородного дерева. Много благородного дерева. И хлеба предложения. И хлеб на предложение. Как вы думаете, прообразно чего является хлеба предложение? Как вы думаете, прообразно чего является хлеба предложение? Нужно посеять зерно. Нужно пожать зерно. Нужно его отсеять. Нужно его смолоть. Кто-нибудь месил тесто? Это довольно такой серьезный труд. Хлебоприложение – это прообраз нашей воли. Вы знаете, вот здесь я просто это прочту. Что тебе прочитаю сега. Но что автор написал про волю. Какво автор е написал за волята? Воля. Очень хороший исполнитель. Но очень плохой организатор. Сейчас вы поймете о чем я говорю. Сега ще разберете за какво говоря. Например, первый псалом. Много го обичам. И там написано – блажен муж. Который не ходит на совет нечестивых. Който не утие на совет на нечестивите. Не стоит на пути грешных. Не стоит на грешния път. И не сидит в собрание разрешителей. И не сиди в собранието на разрешителей. И смотрите, что вторости говорит. Но в законе Господа, Бога его. Но в закона на Неговия Господ. Воля его. Неговата воля. Вам что-то понятно? Вы знаете, как важно, чтобы твоя воля находилась в Его воле. Вы знаете, насколько важно, когда Христос говорит. Впрочем, не моя воля. Всъщност не е моя воля. Но твоя да будет. Амин или не аминь. Амин или не аминь. Очень часто мы, приходя в церковь, хотим, чтобы Бог исполнял наши желания. И говорим так Богу. Да будет воля моя. Да бъде моята воля. Мои мечты да сбудутся. Мои мечты да се сбудутся. Бог, забудь, пожалуйста, про свои желания. Кто здесь будет диктовать? Да будет воля моя. Да бъде моята воля. И мы пытаемся своими человеческими силами воплотить какие-то свои человеческие мечты. И Бог не благоволит. А знаете ли, когда Бог благоволит? Бог не против того, что мы мечтаем. Бог не против мечтите. Пиши, мечтайте. Но очень важно, чтобы наши желания и наша воля хоть как-то совпадала с Божьими желаниями. По ней малко да совпада с Божьито желание. У меня есть тоже очень много желания. Я знаю, что они исполнятся. Когда я буду исполнять волю Его. Амин или не амин. У меня есть очень простое правило. Я не проповедую своим родным. Потому что это не библейский вариант. Потому что они не воспринимают меня ни за пророка, ни за пастыря своего, ни за проповедника. Мы тебя знаем с детства, да? Ни и те познаваме от детства. Так сказали Иисус Христу. Така заказали на Иисус Христос. Ты сын Иосифа. Ты си сын Иосифа. Сын Иосифа. Вот и знаем мы тебя. Познаваме тебя. Я тружусь для тех, кто меня воспринимает как пастыря. А все тружи за тези, которые в сущности меня воспринимают как пастыр. Или просто воспринимают меня просто по крайней мере за человека, который реально исполняет волю Божию. Или ме воспринимают по ней за човек, который исполняет Божията воля. И они видят, что Бог со мной. И те виждат, что Бог е с мен. И смело им проповедую. И смело им проповедую. И многие люди приходят к Богу. И много хора идват при Бог. И вы знаете, во что я верю? Знаете ли в какво вярвам? Я верю в то, что когда я проповедую кому-то, вярвам, че когато проповедую на някого, кого я даже не знаю, когато всъщност даже не познавам, но Бог мне дал любов уже к нему. Но Бог мне дал любов к нему. Бог обязательно найдет кого-то, кто будет проповедовать моим, кое-то ще проповедовать на моите, на моите най-близкие хора, которых я очень люблю. Но ничто не могу им сказать о Христе. Слышите меня? Чувате ли меня? Ну, это мой принцип. Я просто им поделился. Просто ви споделих. Прообраз на воля, хлеба предложения. Прообраз на воля, хлеб на предложение. Подумайте сами. Помислите сами. Вот есть прообразы. И мы прообразы. Почему-то хлебов всего 12. По някакого причина, хлеба 12. Они выложены в два столбца. И засложены в два столба. Почему так? По някакого причина. Почему 12? За что 12? Почему в Библии так часто используется это число? За что в Библии это много честно вспоминало точно то число. 12 патриархов. 12 патриарха. 12 колен Израилев. 12 колена Израилеви. 12 апостолов. 12 апостоли. 12 ворот в Золотой Иерусалим. 12 врачи в Златний Иерусалим. Почему это? За что така? Как врач могу сказать вам. Като лекар могу да ви кажа. Почему у человека 12 ребер? За что человек има 12 ребра? И до сих пор не понятен феномен материалистическим таким ученым. И все още не могут да разберат някакви материалистични учени как в този феномен. Но на всякий случай назвали. Это феномен из анатомии взят. Това феномен е от анатомия. За всякий случай са го нарекли. Одно ребро у мужчин называется ребро Адама. Одно ребро на мажете се казва ребро на Адам. Оно плаваще ребро. То есть плаваще ребро. А иногда его нет. А по някак го няма. То есть уже Бог взял. Вече Бог и взял. Сделал там очередную Еву. Направила его още една Ева. И эта Ева где-то бегает. Саза Ева някъде бягает. Ищет своего Адама. Трсит свой Адам. Ну то есть понимаете. То есть это реально существующий факт. Разбирайте ли? Существуващ факт. Реален факт. Плаваще ребро Адама. Во време своих проповедей я буду раскрывать периодически. Ну и раскрываю уже многие анатомические тайны. Могу сразу сказать, что в нашем теле нету лишних органов. В нашето тело няма излишних органов. Ненужных органов. Как современные ученые называют их атовизмы. Атавизмы. Аппендикс – это атовизм. Аппендикс – это атунизм. Поэтому плановая операция идет. На всякий случай давайте аппендикс вырвем. Он не нужен. Зато в плановой операции когда-то вырви, хайди домахнимый аппендикс, а то не не трябва. Селезенка, как выяснилось, вообще не играет никакой роли в нашем организме. Железенка, как выяснилось, не имеет никакого долака, не имеет никакого функции в нашем теле. Если кто-то ее сильно травмировал, современные хирурги ее просто вырежут и выбросят, как мусор. Как выясняется, в нашем организме очень много чего лишнего. То в сочности разбирают, что в нашем организме много излишних нехотов. Но когда вы послушаете сегодняшнее даже учение, оно утверждает обратное. Наше тело устроено как храм всемогущего Бога. Нет ни одного органа, который Бог бы туда вставил случайно, чтобы он просто там торчал. просто так, да го има. Нету. Удивительно, в шейном отделе нашего позвоночника находится ровно семь шейных позвонков. Почему так? Почему именно семь? За что точно семь? Я хочу сказать, что семь — это Божье число. Это число Божьей полноты. Верхний шейный позвонок как назван? Корне шейный преслен? Атлант. Как это называется? Атлант. Атлант. Почему Атлант? За что Атлант? Потому что он держит на себе земной шар. Понимаешь, Атлант держит земную шар на себе. Наша голова. И от этого позвонка идет реальное кровоснабжение, проходит кровоснабжение головного мозга. Представляете, И тоже преслен применяет снабжение на главный мозг. Ну почему семь шейных позвонков? Почему грудных позвонков ровно 12? За что грудники пришли не со точно 12? Опять я про число 12. Это не случайно число. Не случайно число. Почему в поясничном отделе 5 позвонков? За что в кроссе не удалось 15? 5 позвонков. Нет. Если в поясничном 15, то мы бы, я не знаю, танец живота, мы бы очень хорошо танцевали. 5 достаточно. Да, хорошо. Это Бог так решил. У Даши 15, да, все. Не-не-не-не. Решено. Ну, то есть мы поняли о том, что либо предложение есть прообраз человеческой воли. Человеческая воля. Человеческая воля. Желание. Желание. Мечты. Мечты. Силы. Сили. Сокрыты вот в этих хлебах. Сыскрытия в тези хлебове. Одна половина предназначена для того, чтобы... Ну, это как две заповеди. Только две заповеди. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем предумением, всем крепости. И вторая половина еще шесть любов направлена на то, чтобы любить ближнего своего. И вторая половина е направлена за то, че да обичаш ближния си. В этом весь закон и все пророки. Весь закон и пророки. В това се съдържа всички закон и пророки. И последнее, что находится прямо посередине святилища, мы уже заканчиваем сегодня. Я укладываю. И последнее, такое, то сеномировав средство на святилище то. Это опять же золотой жертвенник для курения. Для курения. Курения. Благовоние. Благоухание. Мира. За изгоранье. Ладно. Указывает на наши эмоции. Наши эмоции они вот так вот воспаряются к небесам. Бог чувствует, когда мы радуемся. Бог чувствует, когда мы печалимся. Бог чувствует, когда мы в скорби. И Бог чувствует, когда мы счастливы. И Господь усещает, когда мы счастливы. И вы знаете, я сегодня хочу прочитать, да, в книге Исход написан даже состав на тези благовония. И это очень важно. И това е много важно. Потому что Бог говорит, понеже Бог казва, что вот это благовоние готов только для этой цели. Че това благовоние е готова только за тази цели. Для вот этого святото. И больше ни для чего. И за нищо другое. Я прочитаю в другом переводе, потому что, этот перевод я считаю более таким глубоким. Книга Исход 30 глава. Книга на Исход 300 глава. 34-35. А вот сейчас очень важно на проекторе показать, потому что этого перевода нет в Синодальной Библии. Да, там перечисляется. Все правильно. 34 стих. 34 стих. Да. К всему прибавил Господь, сказав Моисею, возьми из других еще благовоние. Натафа, Шехелета, душистого Халвана и чистого Ладана. Поруну взими его, возьми его и изготовь ароматичную смесь для воскурения, как это делает искусный составитель благовоний. Состав этот должен быть смешанным с солью и чистым и священным. Вот почему я взял этот перевод, потому что в Синодальной переводе соль не упоминается. За что взяли точно тот же перевод? Потому что в Синодальной переводе не все вспоминали соль. Можете сравнить. Можете сравнить. Но вот в этом переводе есть соль. Но в тот же переводе имя соль. А я тоже изучал фитотерапию и знаю, что соль в древних рецептах используется в качестве чего? Правильно Оля говорит, подсказывает, соль это консервант. Он помогает вот этим благовониям, вот этому Ладану не испортиться. Вы помните, что Иисус Христос называет нас свою соль. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Остается только разве выкинуть ее вон на попрание людям? Что это? Соль прообраз чего? Благовоние прообраз чего? Воскурение прообраз чего? Вы знаете, вот написано. Непрестанно молитесь, да? Что дальше? Всегда радуйтесь и за все благодарите. Вы знаете, это эмоции. Вы знаете, это эмоции. Но я так поправлю, что это эмоции во Святом Духе. Потому что мы можем прочитать послание Галатам, да, о том, что лучше Духа есть любовь и радость и мир и долгитерпение, благость, мир и так далее. Да. Что есть? Любовь, радость, мир. Смотрите, что Иисус Христос обещает нам. Он говорит, дам вам мир, и этот мир у вас никто никогда не сможет похитить. И он называет этот мир совершенным миром. И сегонарикли совершенным миром. И дам вам радость. И радость и я будет совершенной. Вы знаете, вот эти эмоции, которые сейчас причисляю, мир, радость, любовь, это есть соль на самом деле. Това всъщност е солта, которая нас сохраняет. Попробуйте перестать радоваться. Или потерять мир. Вы знаете, наш мир, который мы имеем во Христе, украсть никто не может. Даже дьявол не может его украсть. Но мы можем его потерять. Но не можем да го изгубим. Мы можем пренебречь. Не можем да го отквырлим. Зачем мне? За какво имеем? Радость можем потерять. Любовь можем потерять. Любовь можем да изгубим. Дьявол ничего не может у нас украсть. Дьявол нищо не может откратить от нас. Если мы ему добровольно не поможем. Ако няма дому поможем, это могнем поволят они. От нас что-то зависит. От нас много зависит. От нас много зависит. Я вот поэтому не верю современным лжеучениям. Затова не вярвам на современите лжеучения. О том, что Христос совершил все абсолютно. Затова, че Христос е направил абсолютно всичко. От нас ничего не зависит. И нам вообще ничего не надо делать. И нищо не трябва да правим. Но знаете, это совершенно не соответствует словам Иисуса Христа. Това всъщност не соответствует на думите на Иисус Христос. Когато Той казва многим усилием сможете възхитить Царство Небесное. С многото усилие ще може да възхитите Небесното Царство. Какви са тези усилия? Опять же разкажу про Китай. Отново ще ви разкажа за Китай. Хороший пример. Много добър пример. В Китай много раз видел. Китай много пъти го виждах. Пол пятва, в пяти часов утра. Четири половина, пет сутринта. А, Наталя, да, она почти китаянка, она в пет сутра просыпается. В пяти утра для китайцев это вообще даже познавато. Они все высыпают на улице и начинают делать гимнастику. И что они практикуют? Это просто пример. Но он работает. Они начинают внутренне улыбаться. Они практикуют внутренню улыбку. Это не внешне американска улыбка такая. Не вънешната американска, как то виждате. Внутренне человек улыбает с глазами. Вътрешно человек се усмихва с очи. Но вот удивительно. Удивительно е. Вот эта нация. Тази нация. Великая китайская цивилизация. Великата китайската цивилизация. Они живут дольше всех. И живет най-долго. Они в 60 лет выглядят на 20-25 лет маложество в возраста. Когато са 60 годишни изглежда 20-30 години по-млади от възрастта си. А это эмоция. Радость. Она им не дана Христом. Они просто так решили. Приложить усилия и просто радоваться. А нам-то верующим дана эта радость. И не простая радость. Не просто радость. Совершенная радость. А совершенная радость. Которую ни с какой эмоцией на земле нельзя сравнить. Която не можем да я сравним с никакой эмоцией на земля. И мы этим можем пренебрегать. И не можем така догое схвырлим. Как приехал к нам этот всемирно известный евангелист. Която имахме один всемирный евангелист при нас. Осборн. Осборн. И он говорил такую фразу. И то иказывал. Говорит, вам хорошо сейчас здесь? Питер, добре ли ви только? Все да, аминь. И всички да, аминь. У вас есть радость в сердце? Им это ли радость в сердце? А наше, ну как бы, постсоветское пространство. А не сме постсоветское пространство. О, да, да. Всегда готов. Винаги готов. То говорит, пожалуйста. И той казва, добре? Не забудьте, если у вас есть радость. Моля, да не забравите, ако имате радость. Не забудьте сказать это своему лицу. Да не забравите да го кажете на лицето си. Потому что, вы знаете, вот сидит полный зал. Защото имам пылен зал с хора. Очень мощное присутствие. Много силно присутствие. Такая радость присутствует. Такава радость има. И все сидели с каменными лицами. И всички са стояли с каменными лицами. Потому что у нас вот эти мускули, которые отвечают за улыбку. Они же тези мускули, които отговарят за усмивка. Ну, даже у меня. Даже при мен. Я пришел с армия. Аз дойдох от казармата. Я пытался улыбаться. И улыбка улыбка мене была така. Я все отпитвах да се усмихвам и изглеждах така. И меня просили не улыбайтесь, пожалуйста. И са ме моляли моля ви не се усмихвайте. Потому что ваша улыбка похожа на аскал зверя. Понеже ваша усмивка изглежда всякость звер. За Бога не се усмихвайте. Я долгое время не улыбался. Потом уже когда Господь разработал вот эти мускулы мои вече когато Господь разработал тези мускули на лицето вече започна да се получава нормално. Поэтому не забывайте сообщать своему лицу что у нас сердце в сердце. Затова не забравяйте да сообщавате на лицето си какво ви в сърцето. Совершенна радость. Совершенна радость. Я уже перехожу от святилище Яс вече вървя от святилището во внешний двор. Вход во святилище крепился на пяти столбах. То есть из святилище я вхожу во внешний двор. Или с внешнего двора захожу во святилище. И вот этот вход он стоит на пяти столбах. И вот здесь мне понравилось автор написал. Они указывают на пять органов чувств. посредством которых душа получает информацию от тела. Что это за пять органов чувств? Давайте вместе причитать. Чем тело обладает? Это зрение. Это слух. Это вкус. Это обоняние. И пятое это осязание. Осязание. И кто-то говорит периодически о шестом каком-то чувстве. Но это уже добавлено, конечно. Что же от шестое чувство? Интуиция. Но мы помним, что интуиция это уже относится к разделу Духа. Святая и Святых. И можно так и запомнить, что интуиция это и есть чувство. Только оно относится к более высшим материям. Вам интересно сегодня? Важно ли это? Ты сейчас узнаешь как устроен твой храм. Для чего твой дух? Для чего твое сердце? Храм всемогущего Бога. Для чего твое тело? И вот во внешнем дворе что есть прообраз тела? И в внешний двор който прообраз на тялото? Там стоят медные уже сосуды, да? Медь это прообраз чего по Писанию? Медь это прообраз на какого в Писанието? На самом деле медь это всегда был прообраз суда. Суд, мед винаги прообраз на суда. Судилище, какое-то обличение, слово обличение. И вот я сейчас прочту еще одно место, которое написано в Евангелии от Матфея в 16 главе в 16 главе с 24 стиха. Медный жертвенник на нем приносились жертвы когда-то козлы, когда-то агнцы, когда-то какие-то тельцы различные животные. Что представляет из себя медный жертвенник? Прообраз на чего он является? Уже по Новому Завету. Нужно принести какую-то жертву. Давайте я прочту. Первое место. Матфея 16 глава с 24 стиха. Матфея 16 глава 20 до 4 стиха. Тогда Иисус сказал ученикам своими «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Аминь. Второе место, которое хочу прочитать на эту теме. Оно написано в послании к римлянам. Пищево в римляне. 12 глава. 12 глава. Первый стих. Первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Еще одна жертва. Знаете, конечно, мы говорили и в прошлый раз про жертву, которая описана в послании к евреям в 9-10 главе, о том, что Христос принес совершенную жертву. Ему уже не нужно опять заново умирать. И эта жертва навсегда садил нас. Но вы знаете, это не единственная жертва. Для того, чтобы войти в освятилище, тебе нужно принести жертву от себя. Какая это жертва? Знаете, очень много людей приходят к Богу. И при этом они не хотят терять ничего. Мы пришли, чтобы приобрести. Мы не пришли для того, чтобы потерять. А Господь говорит, если ты хочешь, следвай за мной. А Господь казва, что ако искаш да ме следваш, потеряй душу свою. Потому что тот, кто потеряет свою душу, я хочу сказать, только тот, кто потеряет свою душу. Мы уже говорили, что душу исправить невозможно. Твоя ветхая природа нужно просто умереть. Твоя природа трябва просто да умре. Твое тело должно умереть. Твое тело должно умереть. Принеси ее просто в жертву. Аминь. Просто да го сложишь като жертва. И медный умывальник. Ну, понятно, что в этом умывальнике была вода, происходили всяплёные омовения. Я уже иду в предпоследнее место. Первое послание от Иоанна. Первое глава. Провопослание на Иоанн. Провоглава. Седьмого стиха. И смотрите, как здесь Иоанн Богослов пишет. Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Очищение, омавение, это есть вот этот сосуд медный для омавения. За умивание. И есть прообраз нашего покаяния, глубоко покаяние. Има прообраз на наше покаяние, дълбоко покаяние. Исповедование грехов наших. За какво? Потому что написано, когда мы исповедуем грехи наши, кровь Иисус Христа очищает нас от всякого греха. Скажи от всякого греха. И последнее место, которое я сегодня открою, это пророк Исаия. С первого глава. С 11 стиха. И смотрите, как один из самых больших пророков пишет к чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я присыщен всесажениями овнов и туком откормлено скота и кровительцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом моего, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Имеется в виду внешний двор. Имеется в виду именно внешний двор. Какой смысл топтать внешний двор? Каков смысл да тъпчете дворовет имя? ты даже не хочешь войти во святилище? И уж ти более не хочешь войти во святая святых. Фарисеи са дошли при Иоанн крестител. Опять чтобы он принял их покаяние. Чтобы он их крестил в воде как своих учеников. Я думаю что фарисеи они реально Иоанна крестителя достали. Вот своим поверхностным покаянием. Примерно таким. Не согрешишь не покаешься. Не покаешься не согрешишь. И чтобы каяться надо грешить. И надо грешить чтобы каяться потом. То есть у них было очень внешнее поверхностное такое человеческое покаяние. Они пришли просто вот так формально. Потому что стало модно ходить к Иоанну крестителю. Ну и мы на всякий случай пойдем. Как к ним обратился Иоанн креститель? Порождение Ехидины. Я думаю что это просто оскорбительно правда звучит? Если бы кого-нибудь назвали бы что ты порождение хидины не очень приятное. Немного приятное. Что вы пришли ко мне? За как вас ты пришли только? Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Кови сказал добегать от будущего гнева. И что еще говорит Иоанн креститель? Принесите достойный плод покаяния. Донесите достойное плод на покаяние. Покаяние нет. Покаяние не потому что плода нет. Люди приходят к нему крести нас. У тебя есть должники? Да я должен тому то 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 есть тот которого ты не можешь простить? Да есть. Ну так иди примирись с ним. Принеси достойный плод покаяния. Амин или не амин? Вы знаете по плода написано судите о них. Если вы видите что человек пришел в церковь и узнаете о том что за ним тянется дурная слава. И разбирайте че след него има лоша слава. То есть он ходит уже какое-то время. А слава дурная там кого-то обманул. Там кого-то обакрал. Там някой откраднул. Там подрался. Там наркотики, там алкоголь. Но это не покаяние. Можно ли крестить такого человека? Я обычно говорю в воду вошел сухой грешник. А вишел из воды мокрый грешник. И никакой перемены не произошло. И нет никакого смысла в таком водном крестине. Я закончу. С 12 стиха. Пророк Исаия 1 глава. Мы продолжаем. Когда вы приходите являться при лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больших даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий суббот, праздничное собрание, не могу терпеть беззаконие и празднование. Новомесяча вашей праздники вашей ненавидит душа моя, они бремят для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег, убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну, убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч поживет вас, ибо уста Господни говорят. Вы знаете, это написано в Ветхом Завете, написано в Старом Завете. А как это актуально и сегодня? А сколько актуально и сегодня? И днес? Аллилуйя. Итак, мы сегодня заканчиваем, я хочу сказать, довольно поверхностно. Мы просто прошлись по скине Моисея. Следующий раз я затрону скиню Давида. Я специально делаю это поверхностно и в большей степени задаю вопросы. Чтобы вы просто преисполнили желанием самостоятельно изследовать эти вопросы. Потому что они важны для спасения и утверждения душ ваших. В 91-м году я этот вопрос очень тщательно исследовал. През 91-го година много дълбоко изследвах този вопрос. И не успокоился до сих пор, пока не докопался. Не се успокоявах, докато не го намерих. до самой скалы до самой скалы. Что важно? Что важно, а что не важно? Какво не важно? Что нужно делать, а что не нужно делать вообще? Что имеет значение? Что не имеет никакого значения? Какво има значение и какво няма никакого значения? Давайте мы склоним наши сердца и попросим у Бога еще и еще открывать нам но уже самостоятельно. И я верю, что каждый из вас имеет помазание. И все помазание оно учит вас. И това помазание ви учи. Так что вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас дополнительно. Благослови нас, Господь. Открывай Твое Слово. Да утваряме Твоето Слово. Да, нам воистину войти в соответствие с древней скинии. Да и не истина да влезем в соответствие с древната скиния. Которая всего лишь является прообразом меня самого. Която всъщно се явява прообразом на самия мен. Моего тела. На моето тяло. Моей души. На моята душа. Моего разума. На моят разум. И Слово Божие говорит. И Словото Божие казва. Что я имею разум Христов. Час имам разум Христов. Что я познал что есть воля благая и угодная и совершенная. И что я имею те же чувствования. Что и во Христе Иисусе. Призван иметь непрестанное общение. Во святая святых с всемогущим Богом. Потому что две тысячи лет тому назад. Завеса в храме. Завеса в храма. Она была разорвана. И била скасана. Сверху донизу. От горе надолу. Самим Богом. От самия Бог. Для того, чтобы я сегодня с дерзновением. Аз с дартновением. Прежде омывшись драгоценной кровью единородного сына. Преди, когато съм измит с кръвта на единородния син. Мог входить. Да мога да влизам. По желанию всемогущего Бога. По желаниюто на всемогущия Бог. В самое святая святых. В най-пресвятото място. Куда имел право войти раз в год. Сам, където я имел право да влиза един път в годината. Первосвященник. Само первосвященника. А сегодня я. А днес аз. Последний грешник. Последний грешник. Благодаря тому, что сделал для меня. Благодарение на това, което я направил за мен. Иисус Христос. Милхасидек. Милхасидек. Первосвященник. Първосвященник. Почину Милхасидека. Почина Милхасидека. Ввел меня. И ввел мен. Самое драгоценное. Най-драгоценное. Благодаря на Тебе, Боже. Господь, помоги мне непрестанно. Господь, помогни мне непрестанно. Амываться и очищаться. Непрекъснато да се умивам. И да се измивам. Быть сараспятым Тебе. Да сме распъннати, как Ту си бил Ти. Умереть для Тебе. Да умрем за Теб. Чтобы для Тебя и воскреснуть. Да воскреснем за Теб. И позволить Тебе. И да позволим на Теб. Жить в этой скинье. Да живеш в тази скинье. И продолжать вершить. И да продолжаваш да вершишь. Свои великие дела. Свои великие дела. Мы молились на этом месте. Ниси молих мен на твое място. Во имя нашего Господа. Ишо Машех. Иисуса Христа. И Церковь Божия да скажет. И народ Божия да скажет. И народ Божия да скажет. Амин. Будьте благословени. Давайте вас дадим славу нашему Господу. Будьте благословени. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...